К Макаронику за городом мы уже давно привыкли, но видеть горбыль в черте Канска – это уже слишком. Владельцы лесоперерабатывающих предприятий, ну или те, кто на них работают, ведут себя крайне нагло. Эта несанкционированная свалка появилась на улице Владимирской буквально пару дней назад. Отходы просто привезли и свалили под угор. По словам очевидцев, два груженных горбылем КамАЗа приехали на берег Кана вечером. Кто именно свалил сюда отходы, неизвестно. Но ясно одно – если виновник вновь останется безнаказанным, подобная картина точно повторится. Ведь даже несмотря на то, что полиция и чиновники ежедневно ведут усиленную работу, проводят рейды, выписывают штрафы нарушителям, подобные случаи происходят довольно часто. То есть это вот сейчас, грубо говоря, набивается тропинка. То есть завтра никто не дает уверенности, что сюда уже не приедет. То есть завтра кто-то сюда опять же приедет. Этот факт надо будет как-то, конечно, устанавливать. И я просьба тому человеку, кто это сделал, пускай он услышит, что это не есть хорошо. На сегодняшний момент есть другие моменты утилизации. Отметим, накануне в Министерстве экологии и рационального природопользования края обсуждали каннскую проблему. Говорили о том, что в нашем городе необходимо установить специальное оборудование для сжигания древесного мусора, которое позволит снизить количество свалок отходов лесопереработки. Данное предложение выдвинул министр. С предпринимателями я неоднократно встречался. Они поддерживают эту идею, поскольку нет сейчас места, куда можно привезти, даже за деньги сдать эти опилки. По задумке краевых чиновников, две постоянно действующие установки можно было бы успешно расположить на территории действующего полигона твердых бытовых отходов. Но пока проект не предварили в жизнь, в Канске появляются новые свалки горбыля. Анастасия Трикос, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.